В Ульяновске проходят третьи областные паралимпийские игры среди детей. Открытие началось с парада паралимпийцев. Шествие возглавляли титулованные спортсмены региона. Для участников выступили творческие коллективы Ульяновска. Поздравить ребят приехал губернатор Алексей Русских. Ребята, мне очень приятно встретиться с вами, вашими родителями и наставниками. Глубоко восхищен вашими силой воли и духа. От всего сердца благодарю вас за целеустремленность и неумолимую тягу к спортивному образу жизни. Соревнования продлятся до 21 сентября. Открыла программу легкая атлетика. Дистанция 60, 100, 200 метров и прыжки с места. Также на протяжении недели ребята попробуют свои силы в плавании, бадминтоне, настольном теннисе, боче, пауэрлифтинге и дзюдо-спорт слепых. Основная цель – это пропаганда здорового жизни и пропаганда спорта. То есть, среди лица с инвалидностью, чтобы ребята не думали, что они одни. В этом году на соревновании заявлено 237 человек. Это лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, с проблемами слуха и зрения. Среди них плавец Никита Тирюков. Он уже 7 лет занимается плаванием, дзюдо и легкой атлетикой. В спорт его привела мама, а теперь он лучший на дистанции 25 метров вольным стилем. Это его не первые соревнования, и парень не собирается останавливаться на достигнутом. Были соревнования весной, и все-таки первое место в первенстве России. Мечта – просто победить себя. Заниматься спортом может каждый. В спортивно-адаптивной школе ждут всех желающих. Сейчас там работают 22 секции, в числе которых плавание, легкая атлетика, баскетбол. Спорт, как мы все знаем, что это одно из средств реабилитации, и поэтому он только положительно влияет на ребятишек, на взрослых, ребят с ограниченными возможностями здоровья. 19 сентября состоятся соревнования по бадминтону и теннису. 21 сентября спортсмены поборются в бочи и пауэрлифтинге. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Сергей Кудаков, Управда ТВ.